Приветствую вас дорогие мои овны. С вами опять я Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку с 3 мая по 9 мая. Для кого-то это будут сплошные выходные, ну а кому-то придется в дни и работать. Ну тем не менее, с праздничком всех вас поздравляю и с длительными выходными. Итак, что же вас ожидает на этой неделе? Какие основные события? Ваше настроение? Прямо вся вы загадочная, загадочная. Да, будет повод что-то скрывать. Будете всеми силами стараться уйти, может быть, в тень или действительно что-то скрыть, какую-то тайну. Либо наоборот, у кого-то появится желание и настроение в чем-то разобраться. Наоборот, раскрыть чью-то тайну, раскрыть информацию, которую от вас скрывают. Кто занимается эзотерикой? Друзья мои, не исключено, что эту неделю вы посвятите тайным, тайным знаниям, углубленным знаниям в эту область. Ну что ж, время хорошее, тем более, если вы не будете работать в эти праздничные дни, как говорится, сам а то заняться своим хобби, своими увлечениями. Может быть, даже у кого-то появится желание и помогите. Ну что ж, давайте посмотрим, какие события основные ожидают. Перафант, двойка чаш, луна. Да, действительно, что-то, что-то будет темное. Какое-то темное пятнышко может появиться. Да, да, да. И вполне возможно, что связано, друзья мои, с мужчиной. С мужчиной, который, возможно, и скрывает от вас что-то. Либо, знаете, пытается увильнуть от ответа, пытается не раскрыть, может быть, даже и свои чувства, свои намерения. Поэтому, да, вполне возможно, что вам придется на этой неделе приложить усилия и разобраться все-таки, что есть, как говорится, за душой у этого человека. Ну, вы знаете, может быть, тут в образе короля чаш и скрываться, конечно, и женщина, но вот с такими мужскими качествами. Вот выпадение Иерафанта, такое ощущение, что, да, придется с кем-то советоваться по важному для вас вопросу. То есть будут некие встречи, переговоры именно на эту тему, друзья мои. Ну, закрадывается у меня, конечно, подозрение вот от этих карт, что речь может идти и о любовном треугольнике. Ну, либо о деловом каком-то треугольнике. Вот отсюда у вас такое настроение, мои хорошие. Докопаться до истины, докопаться до той информации, которая вам нужна. Ну, конечно, эта информация, это ваше настроение может касаться не только какой-то сердечной информации, любви и так далее, может быть что-то и связанное с вашими делами. Не исключено, друзья мои. Но на этой неделе в вашем окружении может появиться товарищ, который внесет свою лепту, причем основательно внесет свою лепту, либо спровоцирует эти события, либо спровоцирует вас на какие-то действия. Вот именно на действия, которых я озвучила. Ну что ж, давайте посмотрим, на что вам нужно обратить особое внимание. Ага, а вот у нас и дьявол выпал. Да, друзья мои, какая-то связка намечается, какие-то узы, какие-то скрепы с кем-то. Вполне возможно, действительно вам нужно обратить внимание на отношения, в первую очередь, на отношения с кем-то. Ну тут, конечно, больше смахивают отношения именно любовного характера. Ну и не исключено, друзья мои, что дело может касаться и крупных каких-то денег. Так, какая конфетка вас ожидает? Четверка мечей. Ну и какая заноза сразу, как говорится. Ага. Так. Ну вот, глядя на четверку мечей, друзья мои, у меня идет такая информация, что конфеткой будет верный путь, который вы найдете. Хотела сказать, возьмете след, правильный след в своих поисках. Да. Сможете пойти именно туда, даже, знаете, может быть, не осознавая, может, благодаря интуиции, что не исключено, но пойдете именно туда, куда вам нужно, в нужном направлении. И найдете именно то, что действительно для вас важно. Ну, заноза, восьмерка чаш, она, конечно, говорит об отказе от чего-то. Да. Да, вполне возможно, что благодаря вот этим поискам, благодаря открытию информации, открытию чьей-то тайны, вы предприняете, ну, скажем так, действия, на которые до этого не рассчитывали. Да. Не собирались вы там что-то менять, от чего-то отказываться, разрывать какие-то отношения. Может быть, не собирались вы менять работу, бросать какую-то работу. Ну, вот в данном случае восьмерка чаш, она говорит именно об отказе от чего-то или от кого-то. Может быть, вполне возможно, это ваши внутренние изменения. Да. Ну, и совет какой? Совет, как-то род на эту недельку. Троечка пентаклей, мои хорошие. А что бы ни происходило, не опускать руки, двигаться в том направлении, которое вы себе наметили, учиться получать новые навыки, если вы задумали поменять профессию, делать ту работу, которую вы наметили, причем старательно делать. Ну, и еще, знаете, тройка пентаклей мне говорит о том, что нужно укреплять отношения. Как совет вам, укрепляйте нужные связи, нужные отношения. Особенно, которые относятся к практической области вашей жизни. Ну, и, конечно же, обратить внимание на финансовую сферу, друзья мои. Вот как-то так. Ну, что ж, на этом я заканчиваю краткий обзор этой недели. Мне остается пожелать вам здоровья, легкой недели. Кто будет отдыхать в эти праздники, провести с большой пользой для себя эти выходные, хорошенечко отдохнуть. Ну, а кто будет работать, как говорится, вам не на пряжной неделе. Пусть эти рабочие дни, выходные, будут для вас легкими, необременительными и быстро закончатся. Ну, а самое главное, друзья мои, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и в моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои тельцы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку с 3 по 9 мая 2021 года. Неделька выпала на праздники. Так что, кто проживает в России, с праздничком вас. И приятных вам выходных в эти дни. Итак, что же вас ожидает? Давайте посмотрим, какие события. Начнем с вашего настроения. Двойка мечей. Так, а какие события основные? Четверка жезлов. Ага, девятка пентаклей. Рыцарь пентаклей. И девятка мечей. Ну, во-первых, друзья мои, судя по настроению, оно у вас может быть в какой-то момент войти в штопор. Что я имею в виду? Да, какие-то события могут заставить вас растеряться. Или заставят вас делать своего рода выбор. Между-между. Я эту карту называю для себя всегда нежданчик. Поэтому и настроение будет вполне возможно на этой неделе, не свойственное вам, вот в обычных ситуациях. С чем это будет связано? Ну, сложно сказать, но попытаемся, исходя из выпавших карт на основные события. Ну, во-первых, кого-то ожидают загородные поездки. Кого-то ожидают корпоративчики на этой неделе. Семейные какие-то мероприятия. Походы в гости. Прием гостей у себя в доме. Вечеринки какие-то. И получение каких-то денег, друзья мои. Вообще, вот выпавшая девятка мечей, она вроде бы как-то не вписывается в рядом лежащие карты. Но, видимо, будут как раз тот момент, вот именно связанный с событием по девятке мечей, который и приведет вас вот в такое настроение по двойке мечей. Да, не исключено, что вы получите некое предложение. Не важно, касается это дел, любви или еще каких-то вопросов. Но это предложение повергнет вас в состояние, когда нужно будет провести своего рода мозговой штурм. Слишком много мыслей, слишком много анализа, что делать, как сделать. Как говорится, вплоть до головной боли. Потому что на рисунке этой карты мы видим золотую клетку, понимаете? Не простую, а вот именно золотую. Где вам тут уже все привычно. Не сказать, что комфортно. Нет. Но привычно. Вы уже знаете, что ожидать, откуда ожидать. И, как говорится, как все это будет делать. И вам очень сложно выйти из этой клетки. Но предложение будет, понимаете? И нужно будет решить, что делать. Вот как-то все это мне видится в таком свете. Ну что ж, давайте посмотрим, на что нужно обратить особое внимание на этой неделе. А вот он, и рыцарь мечей. Вот они, стремительные события, неожиданные события, которые ворвутся в вашу жизнь на этой неделе. Возможно, эти события связаны с получением какого-то документа, неожиданного. Понимаете? Тут нежданчик, тут нежданчик. Может, с приездом какого-то гостя, может, с неожиданной встречей, с неожиданной поездкой куда-то. Но вот именно на этот факт нужно обязательно обратить внимание. Как говорится, здесь и зарыта собака. Ну, условно говоря. Так, какая конфетка вас ожидает, императрица? Друзья мои, конфетка шикарная. Это может быть и подарки, это может быть помощь, в том числе финансовая помощь. Это может получение денег, это может улучшение здоровья, это может быть стабилизация вашего финансового положения. Это может быть приезд ваших родителей или родственников, которым вы будете рады. Это может быть покупки, которые вы сделаете на этой неделе, и они украсят не только ваше жилище, но и украсят вас. Может, вы купите себе новую какую-то обновочку, наряд, украшение. Да мало ли что может быть, друзья мои. Для того, чтобы порадовать себя, порадовать свою семью, своих близких. Так что очень-очень приятная конфетка. Хорошо. А какая заноза? Ну, десятка пентаклей, знаете, я бы не сказала, что это заноза. Вот мне идет такое ощущение, что это ваши какие-то семейные хлопоты, которыми надо будет заниматься. Хотя, может, и не будет слишком хотеться. Но, тем не менее. Может быть, и занозы быть дополнительные расходы, на которые вы не рассчитывали. Но они в радость будут, понимаете? Их просто надо будет сделать. Вот такая легкая заноза. Совет как-то. Ага. Семерка. Семерка пентаклей. Такое ощущение, друзья мои, что нужно обратить внимание на какую-то информацию. Либо, либо приостановить какие-то действия. Возможно, вы что-то планировали, торопились что-то сделать. Но совет карт говорит, не торопитесь. Вначале выясните все, узнайте, разберитесь. А потом уже начинайте действовать. Вот такие у меня ощущения. Ну что ж, друзья мои, на этом я заканчиваю свой краткий обзор. Мне остается пожелать вам легкой недели здоровья, любви, взаимопонимания. А самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале. Приветствую вас, дорогие мои близнецы. С вами опять я, Татьяна Шиманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделечку. С 3 по 9 мая. Неделька выпала полностью на праздники. На майские праздники. Так что поздравляю вас, друзья мои, с этими праздниками. Ну, это, конечно, касается только тех, кто, скорее, проживает в России. Но, тем не менее. Итак, что же ожидает вас на этой неделе? Ваше настроение. Пятерка чаш. Главное событие. Сразу же выложим карты, посмотрим, с чем связано будет ваше такое настроение. Пятерка чаш, она, конечно, говорит о повышенной эмоциональности. Может быть, будут моменты, которые приведут вас к некой растерянности. Может быть, потребуется чей-то совет. Пятерка чаш, она не говорит о каких-то критичных ситуациях. Хотя, в принципе, мы здесь видим пожар и взывающую о помощи девушку. Нет. Пятерка чаш может говорить о помощи, которая требуется, допустим, моральная помощь. Помощь получить какой-то совет, принять какое-то решение, сделать какой-то выбор, подсказать что-то. И, в принципе, да, действительно, будет какой-то момент на этой неделе, друзья мои, который заставит вас задуматься, абстрагироваться, отстраниться, сосредоточиться на чем-то очень важном для вас. Тем более, мы здесь видим отшельник и четверку чаш. Эти карты две уже подтверждают, так сказать, вдвойне, что да, действительно, будет желание отойти от чего-то, отказаться от чего-то, остановиться, погрузиться в свою, в себя, в душу свою, может быть. А может быть, просто вот сидеть перед телевизором или там интернет и ничем не заниматься, а сосредоточиться именно на том, что видишь и что слышишь. Просто дать себе отдохнуть от проблем, от задач. А может, даже, знаете, от окружения. Бывает такое, что устаешь от общения и хочется просто уединиться. В данном случае это тоже может быть, друзья мои. Ну, тройка жезлов, она, конечно, говорит, что может проявиться какая-то новая ситуация, неожиданная ситуация, нестандартная ситуация, где придется действительно подумать, как поступить, что делать. Причем методы и способы, вполне возможно, могут быть нетрадиционными. Покреативить придется, я бы так даже сказала. Эта ситуация может создана и получением какой-то информации, или в результате оформления каких-то документов, в том числе финансовых документов, в результате какой-то переписки. Это вполне может касаться действительно сердечных дел, не только деловых дел, но и любовных дел. Когда надо будет понять, определиться. Может даже расставить точки над «и», но в первую очередь даже, знаете, разобраться, возможно, даже с самим собой или самой собой, понимаете. Вот такая эмоциональная у вас неделя. Ну давайте посмотрим, на что обратить особое внимание. Сюрприз какой-то, шестерка Пентакли. Ну да, в принципе подтверждается то, что я выше сказала. Всё-таки ситуации будут связаны именно с отношениями, непростыми отношениями, да. Для вас эти отношения будут не совсем обычные, не совсем ожидаемые вами. Вот вполне возможно, поэтому и будет настроение разобраться. Попросить у кого-то совета или подумать, отстраниться от всего, чтобы ничто не отвлекало и ничто не мешало. Может вы получите какой-то подарок, который вас смутит, или будет для вас очень неожиданным, или какое-то поступит предложение, которое действительно не совсем для вас будет обычным. Ну давайте посмотрим, может нам что-то конфетка откроет. Интригу. Что у нас здесь? Ага, умеренность. Ну да. То, что придётся какое-то решение принимать, что-то балансировать, выбор делать. Это однозначно. Ну здесь, знаете, может быть действительно появление второго партнёра. Может быть появление второго источника доходов. Может предложение по работе. Может быть предложение, связанное с какими-то финансовыми делами. И нужно сделать своего рода выбор. Ну вот у меня такое ощущение, друзья мои. Вот эти два потока, два кубка, это идёт намёк на то, что не одна конфетка, а две конфетки будет вам предложено. Ну, не зря же выпала карта подарка, карта сюрприза, неожиданного, приятного сюрприза. Так что вполне возможно, действительно, две конфетки будут, друзья мои. Две конфетки. Возможно, они будут с той стороны, откуда вы вообще не ожидали. Или в таком размере, или в таком виде, который вы тоже не ожидали. Понимаете? Ну хорошо, а какая заноза? Ага, правосудие. Всё-таки, скорее всего, на этой неделе действительно могут возникнуть непростые с кем-то отношения. Да, выяснение отношений. Либо отстаивание справедливости. Да, придётся вам заняться отстаиванием своих прав. Справедливости в отношении вас. Не знаю, что это, или какие-то вопросы недвижимости, или какие-то деловые моменты, или ещё что-то. Может, действительно, выяснение отношений со своим партнёром, партнёршей, с вашим ближайшим окружением. Да мало ли с кем. Вот оно, желание получить совет. Вот оно отсюда растёт. Многие урастут отсюда. Ну, тут уже надо, знаете, смотреть, у кого какие обстоятельства. Тут, знаете, перечислять смысла нет. Потому что у каждого свои нюансы, у каждого свои моменты. И, естественно, у каждого будет своя история. Но, тем не менее, занозой будет как раз вот выяснение отношений. Или с кем-то, или в чём-то. Вот как-то так. Ну, давайте спросим совет. Что вам делать, Нэй? Что вам делать? Какие меры предпринять? Ежели что? И вообще, чем на этой неделе заняться? Ну, выпала карта звезды, друзья мои. Приятная карта. Карта будущих планов. Карта исполнения желаний. Карта приятных моментов. Счастливых моментов в жизни. Карта шансов. И совет только один. Не пропустите этот момент. Воспользуйтесь им. Отбросьте всё ненужное. Напряжное. Если в этом есть необходимость. И идите к звёздам, друзья мои. К звёздам, к звёздам. К своим мечтам. К своим желаниям. К своим душевным порывам. К творческим порывам. И всё будет хорошо. Ну что ж. На этом я заканчиваю свой краткий обзор. Мне остаётся пожелать вам, конечно же, здоровья. Лёгкой недели. Пусть у вас всё получится. Пусть у вас всё сбудется. И вообще, удачи вам. Денег побольше вам. А самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале. И на моём инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои раки. Приветствую вас, дорогие мои друзья. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку. С 3 по 9 мая. Как раз вся неделя выпадает на праздничные выходные. Ну, кто-то будет отдыхать, кому-то придётся, к сожалению, работать. Но, тем не менее. Так что, с праздничком вас, дорогие мои. С майскими праздничками. И с майскими выходными. Ну, ладно. Вернёмся к нашему прогнозу. Посмотрим, что же вас ожидает. Какие события. Какие конфетки. Какие занозы. Итак, главные события этой недели. Ваше настроение. Хорошее настроение, друзья мои. Туз. Туз жезлов. Некий порыв будет. Энергетический прилив. Желание что-то такое замутить. Что-то сделать. Сотворить. Может, желание что-то начать новое. Выяснить отношения. Влюбить себя в кого-то. Вполне возможно и это. Ну, что ж. Посмотрим, что за события вас введут в такое состояние. Так. Император. Хорошо. Ого. Башня. Ну. Пятёрочка. Чаш. И ещё одно. Так. Ну, как говорится, не обойдётся без вмешательства других людей, друзья. Мои. Да. Ну, а для кого-то эта неделя, возможно, будет связана с вопросами по недвижимости. Ну, не обязательно с оформлением. Вполне возможно, что на эти дни кто-то наметит переезд. Может быть, ремонт, может быть, какие-то дачные дела вполне. Кто-то может займётся поиском, просмотром вариантов подходящего жилья, дома, квартиры или дачи. И это может быть. Ну, похоже, руководить всем этим процессом будет глава семьи. Или человек, который владеет ситуацией и уполномочен решать такие вопросы. Либо владелец этой недвижимости. Ну, если в этом образе императора вы, то вам и карты в руки, друзья мои. Ну, вот такое ощущение, что вполне возможно, что не всё будет складываться, как вам надо. Да. Либо будут какие-то моменты, которые потребуют совета. Или, не хочется говорить, разборок, но может возникнуть недопонимание между вами и кем-то. Но, учитывая ваше настроение по тузу жезлов, ваше намерение вряд ли кто может побороть и убедить вас в обратном. Тут ещё один персонаж, рыцарь-чаш, я бы так сказала, может подливать масло в огонь. Либо с его подачи может начаться весь сырбор. Вот почему-то идёт ощущение, что в эту неделю кто-то покинет свой дом. Либо вы уедете, либо кто-то из членов семьи. По крайней мере, намерение и решение об отъезде будет иметь место быть на этой неделе. С чем это будет связано? Ну, сложно сказать. Возможно, что с желанием действительно поменять своё окружение. Поменять место жительства. То есть, внести какие-то изменения. По поводу отношений на этой неделе. Есть большая вероятность их изменения, друзья мои. Да. Есть. Сложно сказать, кто зачинщиком будет этих выяснений. Но не исключено, что это вы. Всё-таки карта император, она говорит о власти. Она говорит о давлении. О установлении своих правил, требований, как бы нормы отношений. Ну, давайте посмотрим, на что вам нужно обратить особое внимание. Да, ещё один рыцарь, друзья мои. Рыцарь мечей. И я бы сказала, что этот рыцарь не так спокоен, как рыцарь чаш. Здесь мы видим действительно уже напор, уверенность в себе. Вот если грубо выражаясь, эта карта говорит, что прорвёт плотину. Может, это ваше такое будет состояние. Пробить стену, пробить ситуацию, изменить картину, изменить историю, как говорится, своей жизнью. Может быть. Эта карта может и говорить о событиях, которые стремительно ворвутся в вашу жизнь. Вполне возможно, что в образе вот такого человека. Это может быть информация. Неожиданная информация. Это может быть поездка неожиданная. И это может быть, конечно, либо встреча с человеком, разговор с человеком. Либо приезд к вам кого-то. И именно на такие моменты нужно обратить внимание. То есть обратить внимание на то, что вдруг пошло неожиданно. Неважно это. Разговор, встреча, поездка. Ваше состояние, кстати говоря, тоже может. Потому что Туз Жезлов шепчет о том, что вы настроены, ну, если не воинственно. Вот здесь у нас воинственное настроение. Здесь, скорее всего, прилив энергии на сотворение чего-то. В лице рыцаря мечей мы видим острую ситуацию. И именно на это нужно обратить внимание. Ну что ж, давайте посмотрим, какая конфетка вас ожидает. Конфетка приятная. Общение, друзья мои. Тройка чаш. Общение с кем-то. Какая-то, может быть, вечеринка. Какая-то встреча с друзьями, подругами, с родственниками. Ну и не исключено, друзья мои, еще и шопинг. Да. А, покупки, новости, ну, просто посиделки с кем-то. Я бы так сказала, что конфеток будет несколько. Разнообразие на этой неделе конфеток, друзья мои. Отлично. Отлично. Возможно, посиделки и с распитием винных напитков. А почему бы и нет? Так, хорошо. Давайте теперь посмотрим, а что там у нас с занозой. Ну, вот она, занозка. Паш мечей. Вот как раз острая ситуация, острый разговор. Вполне возможно, заноза как раз и прилетит. Ну, и карта башни, она тоже говорит о неожиданности. О какой-то неожиданности. И состояние по пятерке чаш тоже шепчет о том, что создастся, может возникнуть момент, когда потребуется чей-то совет, чья-то помощь. Необходимость принять какое-то решение. Причем очень быстрое. Заноза может быть новостью от ваших детей. Может быть о информации, которая, ну, вас чем-то насторожит. Либо вы что-то случайно услышите, увидите или подсмотрите. И это тоже может быть. Ну, что ж, друзья мои. Неделя нескучная. Я бы так сказала. Нескушная может выдаться. Ну, не факт, конечно, что у всех. Все-таки это общий прогноз. Но, тем не менее. Давайте посмотрим, что вам советуют карты Таро. Король Жезлов больше всего говорит обратить внимание на человека, который может вам чем-то помочь. Я бы даже сказала, можно опереться на этого человека в моменты, требующие поддержки. И вообще, не исключено, что данный король окажет какое-то влияние на события. Вот эти непростые события. Ну, учитывая все-таки, что у нас персонажи здесь в раскладе довольно-таки хорошо прописаны. Начиная с императора, рыцарь чаш, рыцарь мечей. То, в принципе, король Жезлов еще раз намекает на то, что нужно обратить внимание, пристальное внимание на ваше окружение. Да, влияние может быть разным. Может быть, действительно, в виде поддержки. Может быть, это интерес сердечного характера. Вот. Не отмахиваться, если в вашу сторону пойдут знаки внимания. Присмотреться. Если же у кого по настроению Туз Жезлов возникнут какие-то идеи, проекты, намерения, желания, то король Жезлов говорит развить в себе вот эти моменты. Усилить их и реализовать. Постараться реализовать свои намерения. Вот как-то так, друзья мои. Ну что ж, на этом я заканчиваю свой прогноз. Мне остается пожелать вам здоровья, успехов и вообще легкой-легкой недели. Если что-то, какие-то шероховатости будут, разрулить их легко и непринужденно. Ну а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои львы и львицы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на недельку с 3 по 9 мая. С майскими праздничками вас, с майскими выходными, с майским отпуском. Так, что же эта неделя вам принесет? Давайте будем смотреть, что нашепчут карты Таро. Начнем, конечно же, с вашего настроения. Ого! Да! Круто! Круто-круто! Так, ну хорошо, какие главные события. Давайте посмотрим, что спровоцирует ваше такое настроение. Ммм, мм, мм, мм. Ну что, друзья, неделя очень даже плодотворная получается по раскладу. Ну, в принципе, это неудивительно, учитывая ваше настроение. Для кого-то это будет, знаете, желание разорвать какие-то цепи. Цепи привязанности, цепи зависимости. Ну, это может быть абсолютно разное. И в сердечном плане, и в деловом плане, или даже в сексуальном плане. Вот. Вполне возможно, что настроение наоборот флиртануть или погрузиться в интимную жизнь, как говорится, по макушечку. Вот как-то так. События. По событиям также мы видим какие-то перемены. Причем кармического характера перемены. Потому что карта суд, она говорит о том, что пойдет в какой-то области обновление. Может быть, это будет обновление по части сердечных дел. Может быть, каких-то деловых отношений. Но, учитывая шестерку жезлов, друзья мои, это карта победы. В любом случае, что бы ни началось и что бы ни случилось, вы будете победителем. Это будет вам на пользу. Ну, и опять же, настроение по дьяволу, и плюс еще карта маг, тут, как говорится, без вариантов. Если вы что-то замутите на этой неделе, ну, я думаю, что устоять перед вами будет невозможно. Вы обязательно это сделаете. Если вы намеревались куда-то поехать, вы поедете. Причем эта поездка может принести вам как раз именно те обновления, о которых я сказал. Вообще, конечно, карты выпали очень значимые. Я даже затрудняюсь сказать, в какой области у вас могут начаться перемены. Этот краткий обзор просто не позволяет раскрыть полную картину. Но уже то, что перемены будут, это однозначно, и причем с вашей подачей больше всего. Нет, не исключается, конечно, вариант влияния кого-то на вас. Может быть, может быть. Особенно если маг это не вы, а некий человек. Да, он может замутить, закрутить и начать что-то вокруг вас совершать. Вот именно совершать эти события. Но у меня все-таки большее ощущение, что это будет с вашей подачей. Вы посмотрите, одно только ваше настроение по дьяволу. Много значит. Это такое жгучее желание, перебороть которое практически невозможно. Вот хочу, хочу, хочу и все. И точка. Ничего больше не вижу, ничего больше не слышу. Никаких-то советов и не вижу никаких препятствий. Я действую. Да, где-то агрессивно. Где-то манипулятивно. Всеми способами. И привязкой, и хитростью. Может быть, даже и обманом. Но я делаю свою ситуацию. Я изменяю атмосферу вокруг себя. Обстановку вокруг себя. До такой степени, которую я себе придумал. Или придумала. Понимаете? То есть желание обновления будет просто вот наивысшего градуса. Ну, все-таки давайте будем учитывать, что у нас прогноз всего лишь на неделю. Это слишком краткий период, чтобы можно было кардинально что-то поменять. Хотя, если между нами говорят, иногда и за час жизнь кардинально может поменяться. Хотя бы такой небольшой пример. Ссора. Ссора с партнером. Хлопание дверью. Причем такая ссора, которая не предполагает возврата к прежним отношениям. Кто-то сказал что-то. Кто-то не так что-то понял. Кто-то поехал в путешествие. В какую-то поездку. Не думая даже о том, что он останется там. И не вернется обратно. Потому что ему там понравилось. Понимаете? В новом месте он почувствовал. Человек почувствовал, что это его. Ему все там нравится. И отсюда возникает, рождается, точнее, рождается желание все поменять. И он это делает. Человек это делает просто-напросто. Какой-то разговор, какая-то встреча, какой-то момент, какая-то информация вполне может изменить ход течения вашей жизни. Изменить ваши отношения. Навеять совершенно новые мысли, новые желания, о которых вы раньше не думали. Вот такое ощущение у меня идет от этих карт. Ну давайте посмотрим, на что нужно обратить особое внимание. Да, друзья мои. В любом случае, тройка жезлов говорит об обновлении, о каких-то новых веяниях. О какой-то нестандартной ситуации. И эта ситуация может потребовать нестандартных способов решения. Или креативности, как это сейчас называют. И именно на эти ситуации нужно обратить внимание. Какая конфетка вас ожидает? Так, десятка жезлов. Ну, с одной стороны, сложно назвать эту карту конфеткой. Потому что мы видим стену непонимания окружающих. Мы видим, что как бы идет отгораживание от других людей. Либо это вы, либо это по отношению к вам. Но! Это у нас конфетка. Вот у меня такое ощущение, что конфетка состоит в том, что вы увидите невозможность получить то, что вы хотели получить раньше. Либо вы увидите всю тупиковость пути, по которому вы пошли. И поймете, что то, что вы хотели завоевать, то, что вы хотели получить, оно, ну, скажем так, недоступно. Да, поймете еще то, что люди, на которых вы хотели опереться, или с помощью них что-то порешать, они не смогут вам дать этого. Ну, не смогут, не захотят. Тут, как говорится, разные варианты могут быть. Ну, вот это видение как раз и является конфеткой. Я вот почему-то не удивлена, кстати говоря, такой конфетке, учитывая выпавшие карты и то, что я сказала. И конфетка должна быть тоже непростая. В общем-то, так оно и получилось. Понять, что все зависит от вас, что те проблемы, которые могут встать перед вами, придется решать только вам, не надеясь ни на кого. Это очень важно иногда бывает. Даже хотя бы важно с той стороны, что это экономит время. Время на пустые надежды, на иллюзии, возможно. Понять, что вас не смогут услышать, или не захотят услышать, или не смогут вас услышать. Это очень важно иногда бывает. Согласитесь. Вот такая непростая конфетка мне видится вам, друзья мои. Для кого-то, возможно, на этой неделе придет озарение, что набрав кучу на себя обязательств, вы не дождетесь отдачи. Не дождетесь того результата, на который рассчитывали. Внимание, благодарности. Хотя бы и это тоже. Вот отсюда и желание обновления. Отсюда желание кардинально что-то поменять. Сбросить какие-то цепи. Как я уже сказала. Кстати, еще можно добавить, конфетка еще состоит в том, что у вас появится возможность сбросить с себя ненужную ношу. Вот так все сложно. Давайте посмотрим, что там с занозой. Уж конфетка больно мудреная вам выпала. Сейчас посмотрим, что с занозой. Ну, друзья, товарищи, отвлечение на посторонние, тройка чаш. Да, вот где ваша заноза. Может, где-то какая-то лишняя доверчивость. Может быть, легкомысленность. А может быть, влияние, влияние друзей, подруг, родственников. Вот у меня такое ощущение, что они чем-то взаимосвязаны. Вы не находите. То есть, именно эта заноза, возможно, является как раз ключом для понимания всей ситуации. Да. И рождает, эта заноза, возможно, рождает именно вот эту конфетку. Ну что ж, давайте посмотрим, что вам карты посоветуют. Вот, император. Ну, сильный совет. Очень сильный. Можно сказать, что совет нарисовал вам ваш образ. Именно императором должны вы стать в любой ситуации. В сложной ситуации. Это уверенность в себе. Твердость. Власть. Власть над ситуацией. Власть над отношениями. Четкое знание, чего вы хотите. И, конечно же, управление своей жизнью. Вот так вот. Серьезный получился расклад, друзья мои. Мне даже самой удивительно. Это что-то не недельный расклад. Это что-то получилось глобальненькое. Ну, кто его знает. Бывает? Бывает. Не факт, что у всех это все проиграется. Нет, конечно. У кого-то, может, по мелочи проиграется. У кого-то по среднему. А у кого-то, может, и глобально. Ну, ладно. На этом я закругляюсь. И так много наговорила. Мне остается пожелать вам здоровья. Легкой недели. Веселых праздничных дней отдыха. Любви. Взаимопонимания. А самое главное. Будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и в моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои девы. Приветствую вас, дорогие мои друзья. С вами опять я, Татьяна Шиманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку. С 3 по 9 мая. Неделька выпала на праздничные дни. Поэтому поздравляю всех с этим праздником, с этими выходными. Почти отпуск. Столько дней. Вот. Ну, а теперь давайте посмотрим, что же ожидает вас. Что же вас ожидает в эти дни, в этот период. Что тут нам нашепчут карты. Итак, главные события этой недели. Ваше настроение. Мак. Отличное настроение. Хорошо. Какие главные события. Так. Туз Жеслов. Башня. Туз Пентакли. И Пятерка Мечей. Интересная неделя. Даже уже начиная с вашего настроения. Как никогда вы будете точно знать, что вы хотите сделать. А желаний может быть много. По крайней мере, несколько это точно. И не просто желаний, но и уверенность в том, что вам будет достаточно ресурсов. Чтобы сделать все задуманное. Это может касаться и дел. Это может касаться и отношений. Запал некий у вас появится. Запал или скачок. Энергетический скачок. Когда будет казаться, что любое препятствие это не препятствие. Более того, это препятствие будет вызывать в вас желание преодолеть его. Ликвидировать его. И я думаю, что даже прибавить решительности. Да, прибавить решительности. Все-таки появившиеся шансы вас очень взбодрят, друзья мои. Да. И что-то это будет связано с жильем. С недвижимостью. Или с событием в доме. Вот самое интересное, что у нас здесь выпал туз Пентакли. Шанс. Удача. И рядом пятерочка Пентакли. И у меня такое ощущение, что пятерка Пентакли в данном случае говорит, что уйдет препятствие, связанное с финансами. Да. С недостатком финансов. Не исключено, что решится вопрос финансовый какой-то. Да в первую очередь. Причем неожиданно. Также не исключено получение новостей. Неожиданных новостей в вашу пользу. Отсюда у вас вот такое настроение. Все. Ворота открыты. Я иду. Я иду побеждать. Я иду брать. Я иду действовать. Вот как-то так, друзья мои. Как вроде что-то прорвет плотину. И откроет для вас двери. Даже вот знаете, последовательность можно сказать. Мы видим человека, который пытается открыть дверь. Ему это удается благодаря некому прорыву, взрыву. Может быть даже постороннему какому-то влиянию. Постороннему какому-то действию. Но вы получаете ключи, которые хотели взять. Ключи от тех дверей, куда вы намерились зайти. Прорвать эти препятствия. И еще идет ощущение, как бы раскручивание ваших ресурсов. Да, начнете с использования малых ресурсов. Постепенно увеличивая их. Может быть даже благодаря помощи со стороны. Причем помощи профессионалов, возможно даже. То есть тех людей, которые знают толк в таких вопросах. То есть малыми шажочками будете продвигаться к своей цели. Как БТР. Вот ваше настроение. Маг. Все в вашей власти. Может даже используя магию. Почему бы нет? Есть такое выражение. Терпение и труд все перетрут. Вот в данном случае идет именно такое ощущение. От этой пятерки пентаклей. Давайте посмотрим. На что нужно обратить особое внимание. Ага. Карта смерть, друзья мои. Внимание потребуется. Будут важные моменты, на которые придется обратить внимание. Ну, это либо расставание с чем-то. Или с кем-то. Вот даже, знаете, до бытового какого-то примера. Выбросить что-то ненужное из дома. Может быть сломавшуюся вещь. Или старую вещь, которая вот-вот сломается. Либо с новой стороны увидеть ситуацию. Не зацикливаясь на старом. Хорошо. Какая конфетка вас ожидает? Отличная конфетка, друзья мои. Императрица. Ну, в принципе, что ваше настроение, карта маг? Что конфетка, императрица? Я не исключаю, что императрица – это вы. И не важно, мужчина вы или женщина. Это четкое знание, наконец-то, четкое знание и видение того, чего вы хотите. Это многое значит иногда в нашей жизни. Когда исчезают сомнения, колебания, ненужные иллюзии. И мы, наконец-то, видим тот путь, куда надо идти. И что надо делать. И как надо делать. Это концентрация на своих интересах. Четкая концентрация, практичность. Желание украсить свое окружение. Желание украсить себя. Да? Может быть, даже знаете конфетка в чем? Даже вот на бытовом, опять же, уровне. Удачная стрижка. Благодаря тому мастеру, к которому вы попали. Удачная покупка. Либо помощь. Да? Помощь со стороны какой-то женщины. Вот такая конфетка. Разносторонняя, можно сказать, конфетка. Но карты просто вообще. Сногсшибательные, друзья мои. Сногсшибательные. Два туза. Туз Жезлов. Туз Пентакли. Между ними башня. Это значит, какие-то неожиданные возможности. Неожиданные новости. Неожиданные новости. Неожиданные ситуации. И как подтверждение этому, еще вдобавок, на что обратить внимание. Карта смерти. Хорошо. Какая заноза вас ожидает? Женщина. Интересно. Ну, во-первых, вполне возможно, занозой могут быть какие-то ваши эмоции. В данном случае ненужные эмоции. Ну, так же может занозой быть действительно какая-то персона. Ну, мешает чем-то она вас. Может, она вас чем-то расстраивает. Может, своими капризами довела уже у вас, как говорится, до белой горячки. Такое тоже бывает. Или своей гиперопекой. Гиперсоветами. Вот это не делай, так не делай, туда не ходи и так далее. Вот такая заноза. Для императрицы это вообще, это просто неприемлемо такая заноза. И тем более для мага. Ладно, совет. Совет на эту неделю. А, четверка жезлов. Отдохните, расслабьтесь. Доставьте себе удовольствие. Только положительные эмоции. Ну, и еще как совет может быть это для тех, у кого есть незавершенные какие-то дела. Завершить их на этой неделе. И поставить точку. Ну, что ж. На этом я закругляюсь. Мои хорошие, мне остается пожелать вам только здоровья, удачи, денежек побольше. А самое главное, будьте счастливы. Будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и в моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои весы. Приветствую вас, дорогие мои друзья. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделю. С 3 по 9 мая 2021 года. Прогноз выполнен нынче у нас на праздники. Вся неделя это майские наши праздники. У кого-то это будут полностью выходные, но кому-то придется, конечно, и работать. Но, тем не менее, всех поздравляю с этими праздниками и с выходными. С возможностью еще раз отдохнуть, заняться своими делами, своими любимыми хобби, увлечениями и вообще расслаблением. Итак, какие события вас ожидают на этой неделе? Ваше настроение весы, сила. Угу, интересно. Так, а события какие? Девятка жезлов, тройка чаш, семерка пентаклей, ну и еще давайте. И семерка жезлов. Ну, в принципе, судя по выпавшим картам, друзья мои, неделя без шероховатости, и это уже радует. Вот, судя по вашему настроению по карте силы, действительно будут некие намерения, будет некий энергетический посыл, что-то можешь доделать, что-то переделать, что-то сделать, добиться своего, или от себя, или еще от кого-то. Неделя может быть наполнена посиделками, встречами, разговорами, перепиской, причем интенсивной перепиской, доделыванием каких-то незаконченных дел, может быть, по дому, может быть, и что-то другое. Кто-то, возможно, на этой неделе откроет некие новые возможности, или перед ним откроются эти возможности. Не исключено, что дела, которыми вы будете заниматься, для других будут скрыты, и это будет ваша тайна. Кто-то, возможно, откроет тайну чью-то, наоборот. Я бы даже, знаете, сказала, не исключено, что на этой неделе у кого-то появится еще один скелет в шкафу, или кто-то откроет дверь и увидит чужие скелеты в шкафу. Да, все-таки у нас здесь идет информация, возможно, даже в ходе какой-то переписки, разговора, посиделок, в кругу близких людей, ну, или знакомых людей. Как оно бывает за разговором? Слово за словом. И раз кто-то и проговорился. А вы уже ухватили эту информацию и делаете выводы. Ну, это что касается личностных каких-то дел. Вполне возможно, что вы можете получить извне информацию, ну, может быть, в интернете, может быть, что-то в книге прочитаете, может, вы увидите на стороне и эта информация, она даст вам некие новые возможности, новые способы, методы лично для себя, для своих навыков. Да, вполне возможно, что какой-то талант вы себе откроете, какую-то способность себе откроете. И у вас появится еще один ресурс, более сильный ресурс. Ресурс влияния на окружение свое, влияние на изменение своей жизни. Даже вот на бытовом уровне вполне возможно, что вы в интернете прочитаете новый рецепт какой-то по кулинарии, либо какой-то новый способ или метод уборки в квартире, и вам это даст дополнительные возможности. Вы почувствуете дополнительную силу, дополнительную уверенность в себе. Вот если бы это был прогноз для рыб, то, возможно, для меня бы проигрались эти карты, как я увидела в ваших комментариях или пришла мне информация через ваши комментарии, как лучше, эффективнее справиться со своим радикулитом. Да, вот еще одна дверь, еще одна возможность открылась для меня, чтобы победить эту болезнь. В ходе, да, в ходе переписки. Вполне возможно, что и у вас так же, таким же образом придет информация. Ну что ж, давайте посмотрим, на что вам обратить особое внимание. Ну, туз-чаш. На какие-то новости, друзья мои, нужно обратить внимание. В первую очередь, на новости. Все-таки они, видимо, будут иметь важное значение на этой неделе. И какая-то информация. Ладно. Может, для кого-то эта карта, знаете, проиграется, как на внимание со стороны какого-то человека. Может быть, даже и любовного характера. Дружеского характера. Может, даже и делового. У кого как. Так, какая конфетка вас ожидает дьявола? Для кого-то это страсть. Для кого-то флирт просто вот по-немогу. Для кого-то это, может быть, и вечеринка, крутая вечеринка с излишним распитием напитков. Для кого-то это может проиграться как разрывание цепей, которые воздушили. Разрывание привязанности. Вообще, очень, конечно, разносторонняя конфетка. Значимая, я бы сказала, конфетка. Ну, видимо, не зря у вас выпала в настроение сила. Не зря, друзья мои. Может, вполне конфеткой быть и реализация каких-то ваших хотелочек. Сильных-сильных хотелочек. Ладно, а что в заносах у нас? Ага, девятка чаш. Ну, я бы сказала, никаких занос нет, друзья мои. Ну, видим здесь расслабление, довольствие, радость. Так что для вас эта неделя будет без занос. Совет к Артару. Рыцарь Жезлов. Если вы куда-то собирались поехать, езжайте. Если у вас появилась какая-то идея, какое-то намерение, реализуйте. Если у вас намечалась встреча с кем-то, встречайтесь. Если у вас на этой неделе появится огромный прилив энергии, воспользуйтесь этим и реализуйте эту энергию. Вернее, направьте эту энергию на самое-самое главное ваше намерение. Вот как-то так, мои хорошие. Ну что ж, на этом я закругляюсь. Мне остается пожелать вам только здоровья, радости, любви, исполнения ваших желаний, денежек побольше. Ну а самое главное, конечно, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и на моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои скорпионы. Приветствую вас, дорогие мои друзья. С вами Татьяна Тжиманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделю с 3 по 9 мая 2021 года. Прогноз у нас выпадает полностью на праздничные дни. Поэтому поздравляю вас, дорогие мои, с этим праздничком весенним. Ну, кто-то будет работать, кто-то не будет работать. Тут, как говорится, у каждого будет по-разному. Итак, что нам нашепчет карта второго на эту неделю? Ваше настроение. Так, дьявол. Интересное настроение. Что с событиями? Отшельник. Сестерка Пентакли. Влюбленные. И рыцарь жезлов. Под дьяволу, конечно, настроение может быть непростым, друзья мои. Очень непростым. Это может быть настроение, связанное с какой-то, с выплеском, вернее, творческой энергии. С выплеском сексуальной энергии. Может быть, вас накроют сильные амбиции, сильные желания, намерения добиться своего любимой способами. Провернуть какую-то крутую сделку. Может, даже мошенническую сделку. Рискнуть. Причем, рискнуть по-крупному. Вот такое у вас будет настроение. Что касается событий, намечаемых, тут, конечно, есть вероятность сюрпризов, есть вероятность концентрации на отношениях. Может быть, даже, знаете, и выяснение отношений. Ну, выяснение не в грубой форме, не в агрессивной форме, а, скорее всего, вот путем анализа, сопоставления, логики. Не исключены и неожиданные события, неожиданные контакты, предложения, заманчивые, кстати говоря, предложения. Может быть, даже будет первый порыв отказаться от этих предложений, отказаться, может быть, даже и от подарков, отстраниться от отношений, может быть, даже новые связи, вполне возможно, новые знакомства. Вообще, конечно, насыщенная неделя, не исключены поездки, встречи, не исключены приезд гостей или ваша поездка к кому-то. И вот почему-то идёт ощущение, что именно ваше настроение будет формировать вот эти все события, о которых я сказала, да, именно ваше настроение. Ну, давайте посмотрим, на что вам нужно обратить особое внимание. на какого-то мужчину, на какую-то персону, активно влияющего, возможно, на ваши какие-то дела или вмешивающегося в ваши дела, в ваши отношения. Причём очень энергично, напористо, уверенно. Может быть, в лице этого мужчины стоит обратить внимание на какое-то дело, серьёзное дело. Да, это может быть и событие быть. Что ещё можно добавить? Обратить внимание, если кто-то вам будет оказывать покровительство вот именно на этого человека, и почему вам оказывается это покровительство, с какой целью, нет ли там подводных камней, как говорится, за пазухой. А может наоборот, этот человек очень важен для вас будет, в положительном смысле важен для вас. Но тут всё индивидуально, мои хорошие. Может быть, даже это и хорошие какие-то новости, приход хороших новостей, может быть, это какие-то благоприятные обстоятельства будут складываться. Да, они не исключены, учитывая шестёрку Пентакли, не исключены. Некое партнёрство может завязаться у вас на этой неделе. Ну, может быть, на первый взгляд не будет хорошо просматриваться, но в будущем это партнёрство может стать очень крепким. В том числе, кстати говоря, и сердечного характера партнёрства. То есть, это не стоит исключать. Но тут самое главное, что нужно не бояться. Нужно действовать, нужно анализировать, сопоставлять и принимать то, что, на ваш взгляд, кажется вам выгодным, приемлемым, положительным, позитивным для вас. Вот как-то так. То есть, управлять ситуацией. Какая конфетка вас ожидает? Давайте теперь посмотрим. Семёрка чаш. Для кого-то это вещий сон. Да, вещий сон, который сбудется в скором времени. Ну, в течение где-то недели, может быть. И почему-то ещё идёт, знаете, что? Получение того, на что вы не сильно надеялись. Думали, что это просто мечты, иллюзии, так, фантастика. Да, фантастика. Но на самом деле вот эта конфетка, вот эта фантастика, она может у вас реализоваться в любом виде. что касается заноза, давайте посмотрим. Ну, шестёрка мечей. Заноза может быть недостаток какой-то информации или необходимость куда-то поехать. Сменить координаты вашего внимания на что-то. Совет. Совет, совет, совет. Туз, чаш. карта эмоциональная. Она говорит о новостях, она говорит об отношениях с детьми, она говорит о каком-то начале нового дела, может даже касаемого творчества, но не обязательно в принципе. И Таро советует включиться в процесс, отдаться этому процессу, с максимальной пользой для себя, с максимальным удовольствием для себя, для души. Тут больше идет вот именно такое душевное качество совета. Может даже для кого-то это полюбить себя, особо обратить внимание на себя на этой неделе, на свое, вот именно на свою душу, на свои желания, на свои хотелочки. Ну в принципе этим вы не будете обделены судя по вашему настроению. И как бы совет вторит отдайтесь и получайте наслаждение. Вот такое почему-то идет впечатление. Ну что ж, хорошо, на этом пожалуй я закругляюсь. Мне остается пожелать вам только здоровья, удачи, любви, взаимопонимания, а самое главное будьте счастливы. Будьте счастливы и до новых встреч на моем канале и в моем инстаграме. Приветствую вас уважаемые мои стрельцы, приветствую вас, дорогие мои друзья. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделю с 3 по 9 мая. С праздничком вас поздравляю, друзья мои. Можно сказать, что прогноз будет на праздничную неделю. Кто-то будет отдыхать всю неделю, ну а кому-то возможно придется и работать. Итак, что же ожидает вас на этой неделе? Какие главные события? Итак, ваш настрой, ваше настроение. Четверка Пентакли, события какие? Пятерка Пентакли, Карта Мир, Король Мечей, и еще одну Четверка Чаши. Ну вот, знаете, даже по выпавшим картам видно, что как-то особых таких событий не ожидается, в том числе и желания особого нет, не только работать, но и предпринимать что-то новое. Скорее речь идет об окончании каких-то старых дел, незаконченных дел. И судя по настроению по четверке Пентакли, настроение ваше будет порешать некую задачу, может быть даже и финансового характера, может что-то приобрести, может быть с кем-то рассчитаться, может быть решить трудную задачу нетривиальным путем. А задача будет стоять, да, будет стоять и скорее всего, как я уже сказала, будет это связано с каким-то неоконченным делом, с переходом своего рода с одного этапа на другой. И вот в этот переходный период нужно будет подчистить все свои старые дела. Да, не исключено понадобится специалист, не исключено понадобится консультации, информации, возможно, даже юридическое оформление этих дел, работа с какими-то документами, с общением с государственными органами. но это как бы, знаете, такое ощущение, что это будет необходимость именно доделать это. В привкушении, что потом наконец-то можно расслабиться и отдохнуть, вздохнуть с облегчением, отвязаться вроде от чего-то или от кого-то может быть отвязаться. Да, может быть это касается и отношений, неважно каких, сердечных, деловых отношений, ну вот как-то так идёт почему-то. Давайте посмотрим, на что нужно обратить особое внимание. Ага, десятка чаш. Что-то связанное, друзья мои, с семьёй, с отношениями, с партнёрами или с партнёршей. Может быть это даже будет связано с подготовкой к какому-то мероприятию. Да, эти карты выпавшие говорят о том, что действительно какая-то сильная проблема будет стоять, да, какое-то сильное препятствие или ещё что-то такое критичное. Нет, друзья мои. Вот даже посмотреть на десятку чаш, подготовка к какому-то семейному юбилею. Представляете, сколько забот, сколько хлопот, сколько беготни. Это же уму непостижимо, вот оно ваше настроение. Всё, как говорится, сделать по высшему уровню. Если не хватает денег, значит, где-то их перехватить, каким-то образом минимизировать расходы. Да. Какая конфетка вас ожидает? Давайте посмотрим. Семёрка жезлов. Да, появятся у вас и выходы появятся, и возможности появятся. Как бы, может, знаете, конфеткой быть открытие второго дыхания. открытие дверей, которые дадут вам возможность, вход, вернее, в эти двери, даст вам возможность реализовать свои намерения, замыслы или получить что-то. А может, для кого-то просто конфеткой будет являться возможность скрыть от окружения, может, какую-то информацию, может быть, какие-то ваши действия скрыть, может быть, что-то из прошлого, из настоящего, какой-то поступок, скрыть, может, какой-то документ, вполне возможно. Либо открыть, раскрыть, вернее, чужие скелеты в чужом шкафу. Вот такая интересная конфетка. Хорошо, какая заноза вас ожидает? Рыцарь Пентакли. Ну, заноза может быть иметь финансовый характер. Причём, этот финансовый характер может быть даже в облике конкретного человека. Это и недополучение денег по вине другого человека. Это может быть невозврат долга, это может задержка выплат, или человек не сдержит своего обещания, или просто-напросто приезд гостя, несвоевременного гостя, скажем, не совсем желанного гостя. Для кого-то рыцарь Пентакли может быть, как мы же говорим о занозе, как просто неудачная поездка. Точнее, поездка, результат которой был не совсем для вас тот, на который вы рассчитывали. Так, что у нас с советом будет? Что порекомендуют вам карты торвом? Маг, отличный совет. Не бояться, не тушеваться, действовать, использовать все свои возможности, всю свою харизму, всю свою энергию, но добиваться своего. Вот такой вам совет, друзья мои. Может быть, даже и с использованием каких-то магических ритуалов. И это тоже может быть. На этом я закругляюсь, мои хорошие. Мне остается пожелать вам только здоровья, легкой недели. Пусть у вас все сбудется, пусть у вас все реализуется, пусть вам будет хорошо. Ну, а самое главное, будьте счастливы. Будьте счастливы и до новых встреч на моем канале и в моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои козероги, приветствую вас, дорогие мои друзья. С вами опять я, Татьяна Шиманова. Сегодня у нас будет неделечка. Прогноз на неделю с 3 по 9 мая. Прогноз падает на праздники, на праздничную майскую неделю, поэтому поздравляю вас с этими праздниками, друзья мои. Давайте посмотрим, что принесет эта праздничная неделя. Итак, начнем, конечно, мы с самого главного, с вашего настроения, с вашего настроя. Так, двоечка пентаклей. Ну, что сказать, настроение несколько нестабильное, скажем так. то вверх, то вниз, то штиль. С чем это будет связано, сложно сказать, поэтому давайте сразу перейдем к главным событиям этой недели. Итак, опа, на башне, солнце, десятка мечей, и семерка чаш. Ну, в принципе, теперь понятно, почему такая нестабильность в вашем настроении. Похоже, на этой неделе ожидаются некие неожиданности, уж извините за тавтологию, но, скорее всего, приятного характера, потому что выпадение аркана солнца говорит о многом, говорит о том, что все происходящее будет вам только на руку, и не исключено, что повысить вашу самооценку, вашу уверенность в себе, и ваше эго, да, друзья мои, ваше эго. Кто-то из вас засветит на горизонте, получит своего рода признание, популярность, и не исключено, что это будет связано с неким испытанием, пройденным испытанием. Ну, испытания у нас бывают разные. Испытание может быть в том, что вы наконец-то смогли сделать то, что хотели, получить то, что хотели, или пройти, допустим, курс обучения, а может быть курс лечения. У каждого из вас, конечно, свои моменты будут. Не исключено, что кто-то из вас на этой неделе избавится от иллюзий, или скорректирует свои мечты, свои надежды, свои намерения, отсеяв все фантастическое, несбыточное, по крайней мере, на данный момент несбыточное. Ну, давайте посмотрим, а на что вам нужно обратить особое внимание. Ага, туз мечей. На какой-то острый момент, друзья мои, и вполне возможно, этот острый момент и будет связан с этой неожиданностью. Может, это и полученная информация, может быть, полученные знания, или идея, которая сверкнет в вашей голове, мысль, которая настроит вас на какие-то будущие проекты. Ну, может, конечно, и на выяснение отношений, да, где нужно будет поставить точку, или выйти из некого лабиринта, когда не видите выход, когда не знаете, что сделать. Это может касаться, кстати, не только отношений, но и любых дел, друзья мои, любых. Ну, давайте посмотрим, какая конфетка вас ожидает. Восьмерка Пентакли. Угу. Ну, конфетка может быть денежная, вполне, прямо в прямую получение денег. Конфетка может быть нечаянный заработок, нечаянная работа, услуга, которую вы выполните легко, и, естественно, получите вознаграждение, причем хорошее вознаграждение. Конфеткой может быть предложение о новой деятельности, о каком-то новом деле. Ну, еще, конечно, можно сказать, если учитывать, что это у нас Таро, 288 дверей, конфеткой может для кого-то нечаянно узнать или увидеть, или подсмотреть что-то. И это вам позволит, кстати говоря, использовать это в своих интересах, для какого-то своего дела, для какого-то своего замысла. И не исключено, что это будет нестандартно и очень креативно. но тем не менее, понимаете, вот эта подсказка своего рода, она для вас явится именно конфеткой. Ну, что ж, давайте посмотрим, а что насчет занос. Ну, пятерочка мечей, конечно, заноза. Не исключено, что на этой неделе будут моменты, когда будут опускаться руки. Ну, или вы будете испытывать разочарование. Вот, кстати говоря, то, что я уже озвучила, что настроение будет то вверх, то вниз. То вверх, то вниз. Как качели, понимаете? И, в общем-то, заноза, она как раз и показывает такой момент. Ну, с чем это будет связано, тут сложно сказать. Вполне возможно, что с какими-то испытаниями, с какими-то моментами, острыми моментами, где нужно подумать, взвесить и прочее. Приложить усилия, в основном, конечно, умственного характера усилия, мыслительные. Так, что вам советуют втором? Рыцарь Жезлов. Ну, тут, по-моему, такой явный, очень явный совет. Двигаться вперед, не опускать руки, не сдуваться как шарик. Ну, если кто собирался куда-то поехать, то ехать надо. Кто-то, если собирался поменять место жительства или свое окружение, то есть провести какие-то кардинальные вокруг себя изменения, надо это делать. Не исключено, что этот совет для некоторых из вас выглядит как встреча, встреча с некой персоной, разговор с некой персоной, который для вас будет чем-то полезен. Да, чем-то полезен. Вот такой интересный прогноз получился, друзья мои. Ну, мне остается только пожелать вам конечно же удачи на этой неделе, здоровья, благополучия, денежек побольше, любви, ну, а самое главное будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои водолеи, приветствую вас, дорогие мои друзья. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз будет на неделечку с 3 по 9 мая. Праздничная неделька нынче у нас выпала на прогноз, так что с праздничком вас, с майскими праздничками. Ну и давайте посмотрим, что же будет вас ожидать в этот период. Итак, главные события этой недели. Так, ваше настроение. Ого, рыцарь мечей. Ну что-то вы рьяно будете действовать. Я бы сказал, воинственно. Что-то решите отстоять, завоевать, пробить какую-то стену, ворваться в какие-то двери, которые закрываются от вас. Выяснить возможно отношения, расставить точки над и уничтожить может быть даже своего врага. Да, настроение прямо огонь. Ну что ж, прекрасно. Давайте теперь посмотрим, а что с событиями. С чем вызвано ваше такое настроение. Ну, судя по событиям, в принципе, тут особо таких шероховатостей или критических моментов нет. Вот. Да, есть персонажи, вполне возможно, с ними что-то вы собираетесь выяснить, или может наладить контакты, или как-то развернуть свою сторону, или наоборот их отпихнуть, уж не знаю что. Ну, и также мы видим девятку жезлов, друзья мои, что-то возможно вы хотите доделать, завершить. И настроены прямо вот категорично, что именно на этой неделе я это сделаю, я это закончу, вот, и все. И можно, как говорится, праздновать, можно расслабиться. Да. Кстати говоря, еще может быть и поездка. поездка куда-то, кому-то. И ваш настрой вполне возможно связан еще и именно с тем, что съездить куда-то надо. Край съездить, обязательно съездить. И мы уже тут видим этот настрой рыцарь-чаш. Может даже чтобы встретиться с какой-то дамой, или с кем-то встретиться, или к какой-то даме. Персоны вокруг вас, люди, друзья мои, какие-то люди, какие-то мероприятия, встречи, переговоры, но они больше позитивного характера. Почему-то у меня идет ощущение, несмотря на вашу вот такую с одной стороны воинственность, но тем не менее. Нет у меня ощущения, что эта неделя чем-то будет плоха. Нет. Совершенно, кстати, разные события. Сразу несколько дел, несколько событий. Ну давайте посмотрим, а на что нужно обратить особое внимание. О, солнышко, друзья мои. Особое внимание надо обратить на себя, на свои желания. Да, что-то будет связано действительно событие именно с вами лично. Что-то увидеть, понимаете, еще, на что обратить внимание. Какой-то момент увидеть, какое-то обстоятельство увидеть, может, какого-то человека рассмотреть, может быть, снять действительно розовые очки и взглянуть на ситуацию совершенно другим взглядом или на человека взглянуть. Вот на это нужно обратить внимание. Так, какая конфетка вас ожидает? Ого, император. Ну тут либо покровительство чьё-то, либо вы почувствуете себя на этой неделе императором. И не важно, женщина вы или мужчина, но вы будете чувствовать себя именно в такой роли. Может, какую-то власть почувствуете над кем-то или над чем-то или над какой-то ситуацией. Власть, может быть, почувствуете, точнее, уверенность почувствуете, что вы с этим справились. Вы это смогли. Вы это победили. Вот настроение тебе. Видите, какое непростое. И, соответственно, конфетка. Конфетка как подарок. А может быть, конфеткой как раз и какой-то персонаж, над которым вы одержали победу. Или склонили на свою сторону. Или получили от него поддержку, весомую поддержку. Так, что за заноза вас ожидает? Императрица. Интересно. Интересно. Ну, знаете, у меня нет ощущения, что будет какая-то заноза. Хотя, конечно, можно интерпретировать, что некая женщина, как говорится, будет вам чему-то препятствовать, в чем-то вас тормозить. Но я здесь вижу помощь. Не вижу я тут особой занозы. Ну, не вижу, друзья мои. Не знаю. Нет у меня ощущения занозы. Так, ладно. Какой совет вам дают карты Таро? Прекрасный совет. Четверка Жезлов. Отдохните, расслабьтесь. Если у вас какого-то действительно есть дело недоделанное, доделайте и все. И поставьте точку. Отдохните, съездите на природу, встретитесь с друзьями, с родными, проведите эту неделю со своей семьей, с людьми близкими вам, которых вы любите и которые вас любят. В общем, наслаждайтесь жизнью. Вот, что вам советуют карты Таро. Ну, а мне остается пожелать вам, точнее, присоединиться к совету и действительно расслабиться, отдохнуть, ну и, конечно, пожелать вам здоровья, любви, взаимопонимания, денежек побольше и самое главное будьте счастливы и до новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои рыбуленьки, рыбоньки золотые, приветствую вас, дорогие мои друзья, с вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделю, на праздничную неделю с 3 по 9 мая, так что с праздничком вас, мои хорошие. Ну что ж, давайте посмотрим, что же вас ожидает в этот период, какие конфетки, какие занозы. Итак, главные события этой недели. с 3 по 9 мая. Ваше настроение. Ого, верховные жрицы, друзья мои, ну, что-то будем химичить, что-то будем химичить, изучать, узнавать, пытаться докопаться до истины. Ну и вполне возможно, что магичить, тайными знаниями заниматься. Либо общаться у вас, настроение будет пообщаться с какой-то женщиной, которая ведает этими тайными знаниями. Ладно, давайте посмотрим, что там с событиями, с главными. Солнце. Так. Ага, вот тут уже у нас и мужчина нарисовался. Что еще? Повешенный. Ну, давайте еще, наверное, одну для полной картины. Императрица. Отлично. Могу вам сказать, что несмотря на выпадение такого аркана, как повешенный, казалось бы, отрицательного персонажа, тем не менее, неделя очень-очень хорошая, друзья мои. Потому что выпадение солнца говорит о радости, о приятном общении, об открытии, о повышении своей самооценки, о возможностях себя украсить, еще более высветить. Ну, вообще, как говорится, может быть, даже для кого-то это свидание, встреча, знакомство действительно вот с таким интересным мужчиной, хотя, конечно, мужчина умеет обращаться, этот мужчина умеет обращаться с женщиной, тонко понимает психологию женщин, но, тем не менее, туманный он. Туманный. Ну, почему бы и не пообщаться, правильно? Так, ну, кто-то, может быть, действительно получит от своего партнера уже, который есть, больше теплоты, больше внимания, заботы, не исключено, друзья мои. карта повешенной больше говорит о приостановке каких-то дел. Ну, вот решили вы отдохнуть на этой неделе, притормозили, так сказать, дали себе передышку, ну, чтобы осмотреться, возможно, что-то подкорректировать, продумать еще раз, да мало ли что, может быть. либо отвлеклись на какое-то дело. Вот выпадение императрицы, друзья мои, очень красноречиво шепчет, что появится желание заняться собой, навести порядок, может, со своей внешностью, более ее приукрасить, более, больше времени уделить своей внешности, своим хобби, увлечением, вообще собою заняться. Может быть, заняться украшением своего дома, может, больше внимания уделить своей семье. То есть, все-таки, императрица это женщина высшей степени хозяюшка, это женщина, которая любит, чтобы у ней было во всем порядок, и было все комфортно, красиво. Так что, вот, как говорится, ваши дела в эту праздничную неделю. Вот еще идет ощущение, что ваше настроение узнать какую-то информацию, узнать какую-то тайну, может даже касаться действительно некого персонажа. Ну, в принципе, не обязательно мужчины, может даже и женщины. Да. Может действительно пойти к гадалке и сделать заказ, что там будет у вас происходить конкретно или в отношениях. или в каких-то делах. Ну, это все будет вот так, знаете, легко, непринужденно, ненапряженно, не связано с какими-то критическими ситуациями. Нет, нет, друзья, нет у меня такого ощущения. Ну, давайте еще посмотрим, на что нужно обратить особое внимание. Ну, вот видите, в принципе, и здесь очень хорошая карта, колесница. Обратить внимание, возможно, на какое-то свое самое главное намерение. Может быть, да просто даже обратить внимание на свое транспортное средство, на свой автомобиль. Может даже прямой намек не ездить быстро или пройти техосмотр, я не знаю. А может даже обратить внимание на какую-то поездку. Ну, и не забываем, что все-таки колесница это карта победы, друзья мои. Победы. Не случайны. Нет. Вы стремились к этой победе. И карта говорит, что акцентируйте внимание на свою победу, запомните ее. Видимо, в будущем это может иметь какое-то значение. Бывает и такое, друзья мои. Ну, какая конфетка будет нас ожидать на этой неделе? Ага, пятерка мечей. Ну, хорошо, давайте сразу какая заноза. Тройка Пентакли. Ну, вот смотрите, все-таки это у нас конфетка. Правильно? И, несмотря на некую такую негативную окраску этой карты, у меня идет ощущение, что эта неделя будет полна переполнена, точнее, эмоциями переполнена событиями настолько сильно, что вполне возможно, что для вас конфеткой будет в конце недели вот просто, знаете, расслабиться. От всего, как говорится, отгородиться. То есть усталость от впечатлений, что уже ничего не хочу, ни идти никуда, ни делать ничего, ни разговаривать ни с кем-то. Это же, знаете, как после большого-большого праздника, настолько человек может устать, что единственное у него желание закрыться где-нибудь в коморочке, забраться в какую-то норочку, чтобы никого не видеть, ничего не слышать и забыться. Вот такая конфетка, друзья мои. Да. Ничего не вижу, ничего не слышу и ничего не хочу. Ну, что ж, бывает, бывает, друзья мои. И вот еще, знаете, почему-то появилась такая информация, что вот это ваше настроение узнать некую тайну принесет вам большое облегчение. Большое. Вполне возможно, что у вас это незнание держало в каком-то напряжении, может быть, даже долгое время. И узнав наконец-то то, что вы хотели, для вас это явилось действительно конфеткой. И вы расслабились. Все. Напряжение спало. Что касается занозы. Ну, тройка пентакли, она больше говорит действительно о какой-то работе. То есть придется сделать некую работу, некую услугу. Вполне возможно, что это будет что-то новое. Может быть, даже, знаете, получить какие-то новые знания. отвлечься на такие моменты. Хотя, может, будет не хотеться, понимаете. Желание этим заниматься не будет, но это надо будет сделать. Вот такая заноза. Ну, а что посоветуют нам карты Таро на эту неделю? Четверка чаш. Расслабиться, отдыхать, отдыхать, отдыхать и еще раз отдыхать. В принципе, друзья мои, и конфетка, и совет, где-то очень идут на одной волне. Согласны? Согласны. Поэтому расслабляемся, если надо, уединяемся, занимаемся своими делами, ни о чем не думаем, ни о чем не переживаем, дадим отдых своей душе и своей голове. Вот такой совет. На этом, мои хорошие, я закругляюсь. Мне остается пожелать вам легкой недели, солнечной недели, радостной недели, здоровья, любви, денежек побольше и вообще будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и на моем инстаграме. Субтитры сделал DimaTorzok